Некоторые из рисунков мы представляем, мы видим и на папирусах, и на древнегреческих хаотичных вазах, когда на одной стороне можно увидеть, скажем, патриотическое какое-то событие, а на другой стороне вазы мы видим карикатуру на эту же тему. Древность жанра лишь подтверждает его неприходящую актуальность в веках. Карикатура сопровождала человека на протяжении всей истории. Расцветая в периоды перемен или войн, не секрет, карикатура часто идет в ногу с политикой, порождая своих гениев. В России все помнят знаменитые Окна Роста, Кукры Никсов или Великого Бориса Ефимова, живающую память о советском сатирическом журнале «Крокодил». И если художники журнала, прекрасные мастера работали исключительно как художники, то есть темы они получали как задания редакции, то представленные в соснах авторы работают принципиально по-другому. Они художники плюс карикатуристы, то есть люди с особым образом мышления, ироническим складом ума, смелые и свободные. Потому и нет учебного заведения, где бы готовились подобные специалисты. Их очень мало. Это невостребованные гении, и жители района имеют редкую возможность увидеть, как развивается этот изысканный жанр в последние десятилетия. Валентин Розенцев, Олег Теслер, Андрей Рыжов, Борис Иренбург, Вадим Коноплянский. Вот лишь несколько имен участников выставки «Творящих и не в угоду политики», а демонстрирующих умение иронизировать над собой, поскольку запечатленное все сплошь из нашей человеческой жизни. Жизнь маленького человека с его заботами, ошибками, страстями, суетой, привязанностями и слабостями. Это новые чеховые воголи, философски смотрящие на жизнь. Они любят своего героя. Своим изоповым языком при помощи одного лишь карандаша доставляют истинное удовольствие гурманам, почитателям тонкого юмора и свободной мысли. Вадиму Коноплянскому 82. Он и не приемлет политической карикатуры, поэтому во времена крокодила рисовал просто в стол. Такое удовольствие карикатуры, так интересно смотреть других художников вообще, как они работают, как они мыслят, потому что карикатура без мысли ведь невозможна. И я в этом мире живу и наслаждаюсь. Сергей Нечаев – писатель, ученый. Карикатура – просто самое любимое занятие. Практически все экспоненты познакомились лет 30 назад в клубе московского комсомольца. Кто-то сегодня живет за рубежом. Но они верны своим идеалам, идеалам молодости и свободы. На этой выставке собраны русские по духу и по образу мышления люди, которые, оказавшись даже в разных странах, все равно продолжают болеть вот этой странной болезнью, которой мы все когда-то заболели. Многие из карикатуристов, творивших параллельно официальной заказной карикатуре, сегодня ушли из жизни. Конечно, члены гильдии карикатуристов отображают в своих работах явления общественной жизни. Они выступают против расизма, нетерпимости, коррупции через обыденность ситуации. Почему мы называем ироническая графика? За рубежом это называется картун. Но просто слово картун для нашего зрителя непонятно. Ироническая графика – это уже понятнее. И, собственно, это отражает суть того, что мы делаем. Мы с иронией смотрим на жизнь. Разглядывая эти работы, зритель узнает и себя, и свою жизнь. Крылатая фраза «Улыбайтесь, господа» могла бы стать эпиграфом выставки. И, безусловно, творчество художников, гильдии карикатуристов. Ответ на вопрос, почему мир наш еще жив. Порадовать себя можно в галерее «Сосны» до конца апреля. Ольга Винтер, Александр Зайцев для телекомпании «Одинцова». Спасибо. Надеюсь. Продолжение следует...